Сына и Святая Государственная Праздник Нерухоскорного образа Господа нашего Иисуса Христа Иконы Божьей Матери и Федерации Господь сотворил человека по образу и подобию своему И только грех лишает образ Божьей в человеке подобия Божьей. В каждом человеке до самого конца пребывают образы Божьей. И часто мы видим, что находится он в плачевном состоянии, весь закрытый, искаженный грехами человеческими. И в этот день мы вспоминаем слова святителя Василия Великого, который защищает иконы почитания, говорит, что мы поклоняемся не доскам и краскам, но и запрошенным на них. И честь, выздаваемая образу, на первообразной восходе. И мы видим из этих слов, что не только почитание иконок святыни, поклонения восходит на первообразную, то есть на Бога почитание, на почитание Бога, Божией Матери и Его Святых Угодников. Но и в каждом человеке вот это бережное отношение с любовью, милосердием к другому человеку, оно тоже относится к богопочитанию, потому что мы в любви от другого человека, заботе о нем, мы почитаем образ Божий, который в человеке каждый пребывает. И только вот с таким отношением надо подходить друг к другу, оберегая друг друга, отвлекая, не осуждая. Как вот мы относимся к иконам святыни, так вот и к другому человеку мы должны относиться, не разделяйтесь. иконам святыни. Это и та же самая тайна, когда мы почитаем святыни, иконы Божия, Крест и Господь. Также мы должны почтить образ Божий в каждом человеке, в каком бы он состоянии, если не находиться. Вот пока мы не поймем, что мы не сможем по-настоящему полюбить Бога. Как апостол Евангеликий от Богослова говорит, если ты говоришь, что любишь Бога, а брата твоего ненавидит, и ты лжишь. И мы, верующие христиане, мы ходим в храм, мы же исповедуемся в своих грехах, причащаемся к Богу. Мы должны посмотреть на свою жизнь и с этой стороны. Как мы себя видим, как мы общаемся с другими людьми. Это все одна жизнь христианская. И в церкви, да, и в небе. Как в церкви мы молимся Богу. Раздаем Ему должное. Могопочитание. Своих молитв, благоговений. Так. За пределами земной церкви мы даже тоже никогда не забываем о Боге. что Он ради каждого из человеков послал Сына Своего возлюбленного, чтобы Господь наш Иисус Христос пострадал за каждую грешницу. Все Господь совершил, явил полноту любви к человеку. И к тем людям, которые распинали Христа, Он тоже явил Свою любовь. Но мы не всегда должным образом друг к другу относимся и часто как бы отделяем нашу жизнь церковную, духовную, христианскую, в наших отношениях с любимыми людьми. А это невозможно. Во кресте ни следно, ни раздельно добывает правительство, правительство. Божественное человечество. Так? Человек не должен свою жизнь отделять от жизни. Все свои дела делать ради Христа, для Бога. Это и называется, святые отцы, малым доброделанием, когда человек, стремясь исполнить цель христианской жизни, достижения благодати Духа Святого, Каждое, даже самое малое дело, начинает благословение Божие и заканчивает любое дело благодарения Духа. И вот это и происходит. Благословение Божие, почитание Бога, да? И честь на первообразие, потому что мы делаем по Слову Господу, мы должны понимать, что мы рабы не кричи, мы сделали то, что должны любить, мы должны любить, должны, будем любить, должны. Бояться Бога. Но бояться Бога не из страха наказания, а из страха оскорбить Его своими какими-то грехами, какими-то поступками греховными. Мы должны иметь страх тоже. А совершенная любовь, она изгоняет всякий страх. Здесь речь идет о каком-то отском страхе. Страх телесных страданий, смерти и в конце уже телесных посмертных наказаний, а уже только по причине любви к Богу. Вот этот совершенный страх, чистый страх, не отделен от любви Божьей, то есть самого Бога, который есть в Его. Будем молиться в этом день, что Бог. Вот вот Распожий, который Господь нам дал, чтобы мы украсили Его преподобие. Чтобы наша жизнь, она удобрялась во всем Христу. Господь говорит, будьте совершенны, я бы Отец Ваш небесное совершение. И многие, конечно, понимают, что невозможно нам достичь такого совершенства, но здесь, наверное, Господь хочет сказать нам о устремлении, постоянном устремлении к совершенству и святости, в котором есть Бог, в этом непрестанном устремлении к совершенству и святости. И надеждой нам слова Спасителя о том, что Он говорит, что грядущего ко мне ни жену не прогоню Богу, идущего ко мне. То есть мы должны постоянно идти к Богу. Не от Него убегать, не от Него прятаться по причине греха, но постоянно идти к Богу и всю свою жизнь направлять ко Христу. Вот, собственно, об этом сегодняшний праздник, этот образ, образ Божий, на иконе образ Божий в человеке, это и есть образ спасения нашего мира. В веке любовь, аминь. Справедливо. Поздравляю, причастников, причастников, Божественных, что вы ждали. Субтитры создавал DimaTorzok